Да, слава Богу, трансляция Иерусалим, столица Израиля. Аллилуйя! Благодарю Бога всемогущего. Господи, спасибо Тебе за этот день. Благостави, Господи, сегодня эту трансляцию. Благостави, Боже, всех подключающихся, подключившихся к этой трансляции, подключающихся. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем. Сегодня особенный радостный день, сегодня особенный праздник. Иерусалим, наконец-таки, признан лидером свободного мира, президентом Соединенных Штатов Америки, Донором Трампом, столицей еврейского государства, столицей Израиля. Это великое чудо. Этот день мы приближали, как могли. Этот день действительно очень великий. И вся слава нашему Господу всемогущему. Потому что спасибо, конечно, Дональду Трампу за исполненные обещания, еще предвыборные его. Спасибо всем, кто приложил свои старания, евреям, американцам, всем-всем-всем, людям разных национальностей, культур, что действительно приближали этот святой день. Сегодня 19-е число месяца Кислев. Это конец 6 декабря, значит, вечер 6 декабря и 7 декабря 2017 года. 19-е Кислева, соответственно, 5778 года, если считать от сотворения мира, библейском календаре, библейском летоисчислении. И действительно, это великий день. Знаете ли, великий праздник. Это день, кстати, у хасидов, одно из направлений современного иудаизма, он признается неким таким Новым годом, духовным Новым годом, новолетием. Удивительно, ведь еще при Павле, извиняюсь, императоре Всероссийском, Павле Первом, в этот день первого рэба освободили, основателя хасидизма. И хантер-рэба был освобожден как раз именно 19-го Кислева. И с тех пор, вот с конца самого, еще 18-го столетия, да, и начала 19-го, вот все пионеры, первопроходцы хасидизма верили, что действительно это особенный такой духовный Новый год. Знаете ли, что не просто рэба освободили из стен Петропавловской крепости, из уз тайной канцелярии тогдашней, знаете ли, но, что духовно что-то очень значимое совершится, или совершится, или совершилось уже. Вот, и сегодня уже мы знаем доподлинно, именно сегодня, 19-го Кислева 5778-го года уже теперь известно, что на самом деле это великая дата, что это не просто воспоминание о прошлом, это воспоминание о будущем, что это не просто даже указание на освобождение первого рэба, основателя хасидизма, это указание на действительно признание Иерусалима столицей независимого, возрожденного еврейского государства, столицы Израиля. Это великое чудо. И мы славим сегодня Господа, я славлю Господа за великую победу Его, за великое деяние Его, которое Он совершил на наших глазах, и совершает по-прежнему. Сегодняшним днем Израиль ликует, Иерусалим не ликует. Я знаю, что сегодня ликует все любящие Господа, все боящиеся Господа, верующие разной конфессии, разной динаминацией, все чтующие Библию, как Божье Слово, потому что библейские пророчества, друзья, дамы и господа, братья и сестры, они исполняются буквально на наших глазах. Знаете ли, в нашем поколении, в наше время исполняются потрясающие уму человеческому непостижимые пророчества. Слава Богу! Ведь после ужасных этих мировых войн, после Холокоста ужаса, знаете ли, трагедии Шоа, совершилось великое чудо. Еврейское государство вновь, как бы как феникс из пепла, из ничего, из ниоткуда возродилось в 1948 году. В 1967-м вскоре, буквально, Иерусалим снова становится еврейским городом, еврейской столицей, но еще никем не признанной, кроме самого Израиля. И вот сегодня, уже в 2017-м, совершилось великое чудо. Величайшее чудо совершилось. Действительно, оно, может, для кого-то кажется не таким уж и величайшим чудом, но, знаете ли, со стороны оно будет действительно виднее и виднее все, потому что с позиции Библии, с позиции Слова Божьего, это все действительно как великое чудо, величайшее чудо предстает нам, перед нами. Курим, только совершающееся вот в наше время, в наш час. Это, знаете ли, действительно, или как можно сравнить это с Ханукой, только уже нашего времени. Кстати, неделя остается до Хануки, вот, и в это предханукальное время, в ожидании Хануки, в этих предханукальных размышлениях, знаете ли, и молитвах наших, я, конечно, просто восхищаюсь Богом, дивным во святых своих, восхищаюсь Богом, который совершает свои великие деяния сегодня в наш час. И это действительно вся слава Господу. И сегодня и в Израиле, и в Иерусалиме, сегодня по всему лицу земли просто верующие ликуют, радуются, воспевают Господу. И сегодня я благодарю Бога, как христианский священнослужитель, как архиепископ реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, как сионист, как мессианский верующий, я благодарю Бога Всемогущего за то, что Он сегодня совершает великие деяния свои. И сегодня, конечно, я молюсь о том, чтобы процесс начавшийся, вот, ну, сегодня такой, очень праздничный и кульминационный признание главой Соединенных Штатах Америки Дональдом Трампом, лидером свободного мира, страны, лидера свободного мира, знаете ли, Иерусалима, как признание, как столица еврейского государства, чтобы это послужило добрым, хорошим примером. Молюсь о том, чтобы вслед за Дональдом Трампом, вслед за Соединенными Штатами Америки, чтобы все, так или иначе, свободные страны мира или освобождающиеся страны мира на пути к свободе идущие, знаете ли, чтобы признали, действительно де юре, то, что де факто является в небесах уже тысячелетиями, что Иерусалим это столица еврейского государства, столица Израиля. И сегодня действительно благоставляющие Иерусалим, благоставляющие Израиль, как согласно Библии, Слово Божьем, они благоставлены, проклинающие, проклятые. Друзья, и в последние времена, я думаю, это будет очень сильно, как сказать, очень сильно заметно, разница между служащими Богу и неслужащими, между признающими Слово Божье и его игнорирующими, между почитающими Бога, живого, и отказывающимися от этого почитания. И здесь не важно даже нашей религии, конфессии, деноминации, национальность, важно наше сердце. И в последние времена я верю, что эти пророчества исполнятся, и они уже исполняются, дамы и господа. И Бог да благословит Америку сегодня за это действительно великое деяние. Бог да благословит Дональда Трампа и его дом да устроит во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Сегодня Бог да благословит Бенниамина Натаньяху, благословит его дом, благословит всех так или иначе лидеров, вождей народа американского и народа израильского, народа и Иерусалима, лидеров. И пусть Бог сегодня пошлет свой шалом, свой мир Иерусалиму, свой мир, свой шалом Израилю, свой мир, шалом США и всему нашему человечеству, всему многострадальному роду людскому на этой многострадальной и страдавшейся планете. Потому что действительно эту землю может исцелить только Бог всемогущий, тот, кто создал всех нас, и тот, кто дает действительно дыхание и жизнь и все. И мы им живем и движемся, и существуем моего рода. И благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господня, благословляю всех вас во имя Иисуса Христа, во имя Иешуа Машиаха, который есть свет к просвещению всех народов. И он же есть слава народа своего Израиля. И первая часть пророчества уже фактически исполнилась. Дамы и господа, братья и сестры, в действительности сегодня свет Христа Орхам Машиах так или иначе просвещает все народы нашей истрадавшейся земли. И сегодня исполняется вторая часть этого пророчества, что он же есть Иисус Христос, является и славой народа своего Израиля. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, пусть Бог сегодня благословит Иерусалим, пусть Бог благословит сегодня Израиль, во имя Господне. Благословляю всех вас. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа Мессии и ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которое надлежало бы нам спастись. Всеслава нашему Спасителю Господу. Благословляю всех вас, возлюбленные, дорогие друзья, братья и сестры, сегодняшним днём благословляю и сорадуюсь, и прошу, сорадуйтесь мне, братья и сестры, и тем, кто в записи будет смотреть этот прямой эфир. Благословение Господне всех вам во имя Иисуса Христа. Ну и благословляем Израиль, да? Вместе. Аминь. Благословляем Иерусалим. Благословляем великого Бога Израилева. Благословляем нашего Отца Невестного. Од-Авину Хай, Од-Авину Хай, наш Отец живой, Бог наш и Отец, и Он живой. Од-Авину, Од-Авину, Од-Авину Хай, Ам-Израиль Хай, народ Израиля жив, наш народ живой, потому что наш Бог Отец живой. Од-Авину, Од-Авину, Од-Авину Хай, Ам-Израиль, Ам-Израиль, Ам-Израиль Хай, Ам-Израиль, Ам-Израиль, Ам-Израиль Хай, Ам-Израиль, Ам-Израиль, Ам-Израиль Хай, Ам-Израиль, Субтитры создавал DimaTorzok Эйвену шалом алейхем Эйвену шалом алейхем Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем Я вам желаю всем миром Иерусалиму, Израилю, всем евреям и всем вам, дорогие друзья Мира, радости, я вам желаю мира Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем И благоставляем Иерусалим Шалом, шалом, Yerushalayim Шалом, шалом, Yerushalayim Шалом, шалом, Yerushalayim Шалом, шалом, Yerushalayim Шалом, шалом! Братья и сестры, и кто подключился к этому прямому эфиру, и кто будет потом в записи смотреть этот эфир, благоставляю всех вас, сегодня такое внеплановое включение, подключение к прямому эфиру, в этом прямом эфире, дело в том, что в прошлые дни не получалось у меня по техническим причинам многим выходить в эфир, но теперь буду стараться регулярно выходить в эфир в 17.00 по киевскому времени, в 18.00 по московскому. Подключайтесь, братья и сестры с Украины, с России, Белоруссии, других стран мира, с Израиля, безусловно, говорим, подключайтесь к этим прямым эфирам, и благоставляю всех вас во имя Господне, благоставляю паки и паки, снова и снова благоставляю Иерусалим, благоставляю Израиль во имя Господне. Аллилуйя, да, Владимир Горгушеда, Аллилуйя, шалом Израиль, шалом Израиль, благоставляю всех вас, и напоминаю, что сегодня великий праздник, сегодня великий праздник Иерусалима, великий праздник Израиля, великий праздник всех евреев по всему лицу земли, великий праздник всех народов по всему лицу земли, но в первую очередь, конечно, великий праздник самого Господа. Да, дамы и господа, и то, с чего начинал, хочу тоже этим подытожить, что 19-е кислева, сегодняшний день, такой мистический, духовный Новый год, хасидизма, и сегодня хочется вспомнить не только об освобождении первого рэбе, альтер-рэбе, сегодня всех хасидов поздравляю. Не журиця, хлопцы, любые хасиды, скоро приди наш Машиах, будем родиты, будем славить Господа, проставлять Господа нашего Иисуса Христа, Иешуа, Машиах, Иешуа есть Машиах, и его свет, Орха Машиах, просвещает все народы нашей истрадавшейся планеты, слава Господу. Вот, но сегодня совершилось действительно великое чудо, и сегодня можно назвать неким таким Новым годом, новая страница, по крайней мере, в истории человечества однозначно, слава Богу, Иерусалим столица Израиля, Иерусалим столица возрожденного еврейского государства, и это признано сегодня лидером свободного мира, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, и это великий праздник. Молюсь, конечно, я о том, как и многие миллионы верующих других разных конфессий, религий, о том, чтобы лидеры представительства, как бы, всех народов нашей земли, большинства стран, по крайней мере, свободного мира, чтобы вслед за Дональдом Трампом признали то, что де-факто уже является в небесах вечностью, Иерусалим столица Израиля, Иерусалим столица еврейского государства, возрожденного самим Господом Всемогущим. Слава Богу! Благоставляю всех вас своими Господнями и паки-паки благоставляю Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. 19-е Кислева, 5778 года от сотворения нашего мира. Или же в гражданском летосчислении это вечер 6-го, получается, декабря, и сегодня вот 7-го декабря 2017-го года. Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья, в ожидании Хануки, в предханукальном торжестве, в предханукальном ожидании, знаете ли, остается неделя до этого празднества календарного, но Ханука вечная, Ханука forever, Ханука постоянная у нас в сердцах. И пусть в миноре нашего сердца всегда будет этот Божий елей, и пусть горит этот вечный огонь Божьей любви, Божьей радости в каждом сердце, слава Богу! Благоставляю всех вас, паки и паки, напоминаю, что с территории Украины можете также принимать участие в моем служении в нашей Киевской архиепископии. Буду проводить семинары по скриптуму уже этого эфира, по скриптуму, значит, в середине января 2018-го года, получается, в нашей Киевской архиепископии буду проводить семинары, посвященные как раз именно реформации Хануки и такие ханукальные будут семинары. Знаете, это не календарная Ханука, безусловно, но это будет Ханука такая, значит, как вот именно наша жизнь, как именно жизнь в Господе. Вот, и я благоставляю всех, как сейчас принято называть, партнеров моего служения Господу, кто молится о православном евангельском таком нашем братстве, о реформаторах, православных обновленцах. И также не только о молитвенниках, но и тех, кто не только словами, но и делами участвует в нашем служении, в моем служении Господу, в частности. Мое служение в Украине и в других странах бывшего Союза можете поддерживать, перечислив деньги на, положив деньги на мобильный номер Киевстар. Если вы еще не записывали, то запишите обязательно этот номер, значит, это 096, номер Киевстаровский 096, потом еще раз 96, набирайте 26675 и ложите энную сумму в гривнах и через новую почту я имею возможность получать эти деньги на служение Господу. Кстати, если вы еще, напоминаю номер еще раз, 096, 96, 26675, 096, еще раз, 96, 26675. И если вы в Киеве или области Киевской, если вы имеете возможность полагать так же материально, каким образом нужен транспорт. Да, да, нужен транспорт. У нас сейчас в церкви только одна машина, один автомобиль у нашего благочинного отца Алексея Део Ланос, но он уже, будем так говорить, дышит наладом. Ну, он с Божьей помощью, он трудится, этот автомобиль, но как бы уже ждет выхода на пенсию. Нужен новый автомобиль, а также краски, художественные кисти, все, что связано с художественной студией, это все необходимо будет в Киеве. Да, а сами семинары будут проходить на левом берегу и на служениях на правом берегу. На левом берегу это на Киото 11, а на правом берегу это Леонида Первомайского 6. Там, где обычно наше служение проходит по воскресным дням, значит, это Леонида Первомайского 6. Восле метро станции Кловская. А на Киото это между Лесовой и Черниговской. Пусть Бог благословит вас, но об этом чуть попозже, сделаю отдельную запись и отдельное объявление в социальных сетях. Пусть Бог благословит вас, до встречи и на земле, и в небесах, и паки-паки, благословляю Иерусалим, благословляю Израиль. Шалом всем, шалом. Шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом.